Нет пока. Так, Жень, у тебя камера отключена. Отключилась? Да. Есть? Так, нет, у меня все включено. Доброго дня всем. Все, у нас девчата подключаются, 4 человека уже. Всем-всем привет. Напишите нам, пожалуйста, как вам нас видно и слышно. Мы впервые используем с Женей этот способ коммуникации с вами. Мы транслируем наш звонок в эфир, 34 человека уже. И поэтому очень важно, чтобы вы нас услышали, чтобы вы нас увидели. И после этого мы будем говорить о прекрасной Ангоре. Женечка, привет. Доброго дня всем. Я приготовила вам. О, красота какая. Ребята, слышно нас? Нет? Вы нам, пожалуйста, напишите в комментариях. Так, Алена не видит? Нет у нас комментов? Так, в комментариях. Слышно, видно. Пока эфир даже не видит. Перезагруди, пожалуйста, страничку, посмотри. Так, пока тишина. Угу. Так, ну мы подождем немного, чтобы быть уверенными, что мне нужно начать все сначала. Как там у нас, Алена? Нет нигде эфира. Нет нигде эфира? Так, зайди, пожалуйста, в видеомагазин. Настраиваемся. Так, секунду, секунду. Ну нет, нет у нас, нет нашего эфира. Нет у нашего эфира. Ну, к сожалению. Так. Ну, у нас есть зрители. Такое тогда не может быть. Не может. Подавление полового шума. Так, ну не знаю, не знаю. Так, давайте попробуем. Что попробуем? Сейчас попробуем посмотреть, какие у нас есть варианты. Нет, нет, мы транслируемся. Так, нет, я вот-вот появился эфир. Есть? Супер. Ну, в видеозаписях появился, на... На стене его нет, да? На стене его нет, да. Так, мы можем выложить его на стену, или пока не закончится трансляция, мы это просто не сможем сделать. Нет, скорее всего, так. Сейчас я попробую зайти. Как-то поделиться, возможно. Так, я вижу, что зрители есть. Да, я тоже вижу, так сейчас попробуем. На стене сообщества. О, ну-ка, вот так. Все, я поделилась. Проверьте, Аленушка, проверь. Ален, проверь, пожалуйста, перезагрузить. У нас покупатель звонит. Нету, да? Есть? Все, пошло? Ну да, посмотри, идет, идет, не идет? Да, все, все. Ура. Кажется, у нас все получилось. Отлично. Значит, мы можем начинать трансляцию. Женечка, тебе слово. Расскажи нам, пожалуйста, что ты будешь показывать. Я буду вставлять свои три копейки, буду комментировать это все. Я уже прям очень, очень хочу это все попробовать. Давай. Так, все. Приготовила всю ангору, которая у нас есть, с разным процентным содержанием ангоры. Наверное, начнем с самого большего, с самой пушистой, потому что эти образцы невозможно не показать. Я их сегодня сама увидела и просто пришла в восторг. Вчера девчата вязали, ага. Да, да, вчера навязали девочки образцов. Это у нас твидовая ангора. Напомню, артикул это ангора спайки по 1700 рублей за 100 грамм. Здесь у нас 75% ангоры, 5% пескозы и 20% полиамида. Вот такой вот чудесный образец. Он связан в одну ниточку, на спицах 3. миллиметра. Постараюсь показать его пушочек. Вот он очень чистенький. И в резинку Марина подмотала меринос с эластаном. Ну вот прям резинка стала чудесной. Вот я смотрю, что думаю, резинка, она что там, почему делает. Теперь все ясно про эластан. Да, да. Вот обратите внимание на крапушки. Вот вся вискоза и все добавки, это вот эти красивые крапушки. Они в жизни, все крапушки у всей коллекции, они одинаковые. Их все можно друг с другом сочетать, поэтому... То есть вы выбираете вообще совершенно любые цвета, и они логично ложатся в одно изделие. Ой, какая красота. Одна прелесть. Здесь у нас уже ажурчик выполнен. Здесь вот несколько размеров спиц использовали. Смотрели, какой лучше. Вот начинали от троечки, потом у нас пошел три с половиной и четверочка. Ну, четверочка такая довольно-таки прозрачная получилась. Ну, вот нам три с половиной очень понравилось. Ну, если бы я вязала французскую кофточку, я все-таки брала четверку, потому что, во-первых, пух еще будет выходить, это одна стирка. А во-вторых, ну, вот по французской кофточке хорошо именно то, когда у нее есть такое струение легкое, она не пытается держать форму. Если она держит форму, это уже ажурный кардиган. Немножко другая история. И вот я выстроила рядочек, чтобы посмотреть. Покажу поближе, какие тут крапы. Вот такой вот чудные, яркие. Можно брать, миксовать. Мои любимые оранжевые, можно персиковые, пожалуйста, показать. Ну, здесь, к сожалению, не передает камера. Да, да, там есть шоколадные крапы, я прям люблю этот рассвет. И цвет он намного оранжевый, насыщенный, прям на камере. Девчата, ну, по поводу камеры. Мы в этом месяце и справимся, потому что, ну, много трат у магазина, нужных для вас, в первую очередь, на материалы. И с камерой мы в этом месяце будем разбираться, чтобы светопередача была прям более адекватная и классная. Ну что, перейдем к следующей? Нет, нет, Женя, еще зеленую покажи, пожалуйста. Алененькую. Алененькую, пожалуйста. Да, у нее такой красивый. Это Аленин любимый, да, цвет. А еще там, вот, смотрите, да, и я такая пальцем тыкаю, как будто я ее могу вручить. Да, 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 вот крапы. Вот там такие крапы, есть такой терракот, и очень красиво к нему есть терракотовое. В другом, сейчас Женя будет показывать, идеальное сочетание там просто. Ну и красиво, вот эти серые оттенки тоже, которые вот прям для блондинок. Это цвета нашей Лены. Я почему так говорю, у нас просто каждая пряжа, вот она по секторам раздельно, это я люблю, это Алена любит, это Женечка любит, это Лена любит, Маринины цвета. Мы таки сразу, да, да, да. Моя любимая, конечно, это вот эта. Да, 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 твоя штука. И вот смотрите еще, если мы, это ангора спайки, и есть ангора спайки 80, сейчас Женя будет показывать. И вот эти, дополнительная стадия обработки, нанесения крапушек, оно чуть-чуть поджало пух. Сейчас Женя покажет, как выглядит ангора 80, когда пух не поджат, когда он полностью выпушен. Я даже покажу, вот она, бобинка, даже обработанная, она, смотрите, просто неимоверный пух. И вот образец из нее, это очень пушисто. Чуть-чуть подальше от камеры, вот супер, да. Фокусируется, вот. Не фокусируется, да. Вот этот вот шрочек. Это образец в две нити или в одну? В одну? Нет, это в одну, ниточку-образец связан, по-моему, сейчас рассмотрю. Толщина 450 метров, и у нас клиенты периодически спрашивают, а я хочу теплую шапку в две нити, можно я буду бини двойную в две нити вязать? Ну, в две нити двойная, это просто валенок, это ужасное тепло. Максимум в одну нить, если вы решаете вязать двойную бини, максимум. Не заплотняйте, вы просто не сможете носить такое жаркое изделие, потому что у вас вообще дышать не будет, будет прям парилочка такая, имейте в виду об этом. Ну да, и, кстати, в ту зиму брали вот этот артикул, в две нити резинка вязали одинарную, тоже, говорит, резинка, если подобрать плотность хорошую, резинка довольно-таки жизнеспособная, и с шапочкой остались очень довольны. И вот в две нити на шапочку резинкой с отворотой ушло где-то около 80 грамм. Смешной расход. У меня есть проблема, да, я знаю, что вы пишете сейчас комментарии, но мы их не видим, поэтому, девчата, задавайте нам, пожалуйста, вопросы, после эфира мы обе зайдем в эфир и ответим вам, потому что мы просто, ну, о, кстати, подождите, у меня же ноутбук под рукой. На компьютере, да? Да, Жень, ты пока, может быть, будешь показывать, я попробую, чтобы мы видели вопросы, потому что так нечестно. надо отвечать на них. Напомню, что ангора спайки здесь 80, ангора 20 полиамид, а метраж у нее 450, по цене она также 1700 рублей за 100 грамм. Напоминаю, что ангору мы отматываем от 30 граммов, потому что если в одну ниточку одинарная шапочка там с бини, с небольшим хохолочком, скажем так, где-то расход будет 40-45, поэтому от 30 граммов ангоры можно спокойно у нас заказать и связать себе шапочку. Быть довольным и быть в тепле. Женя сказала, которая вообще-то в отпуске находится, что все комментарии у меня на стене в группе «Вопросы». Я вот сейчас рою, ищу, сейчас, наверное, в видео, сейчас я зайду и покажу. О, вот я вот очень люблю вот эту ангору. Да, эта ангора, у нас сейчас, я скажу, состав. Здесь у нас 30% ангоры, 50% мереноса, 20% полиамида. Амида. Не трожь, у нее 300 метров в 100 граммах. По стоимости, сейчас скажу, по стоимости, 900 рублей за 100 грамм. Это ангора от Рига. У нее есть вот таких вот три замечательных цвета. У нас есть образец из этой ангоры, то есть пуха тут будет, конечно, гораздо поменьше, чем в ангоре, 80 и 75, но тем не менее, она тактильно очень приятная. Ворс в ангоровой все равно есть, она будет теплой, но и в одну ниточку можно спокойно вязать ее на 4,5, может быть, даже на 5, то есть в зависимости какое изделие вы будете из нее вязать. Вот такие три цвета. В прошлом году у нас был артикул 50% ангора и у нас клиентка вязала ребенку варежки. Точнее, она вязала варежки себе, отдала их ребенку поиграть. Такой же, очень похожий по составу и, да, вот, да, Женечка, тактильный материал, он максимально похож, что произошло после того, как ребенок проиграл снежки. Очень сильно она открылась, но это не такое облако, когда вот у тебя просто рука в 5 раз больше, как с ангоры 80 бы произошло, она очень мягкая, раскрытая, почти не видно петелек, настолько сильное раскрытие, легкое свайлачивание и это очень теплые варежки в итоге. То есть, человек купил пряжу, это произошло, она пришла специально в магазин, чтобы поделиться этим с нами, ну и, конечно, не ушла без чего-нибудь еще, но просто, я их показывала тоже вам в видео, насколько я помню, я их снимала для Инстаграма, насколько сильное раскрытие, вот это и есть раскрытие материала. Вот то, что мы видим на образцах, понятно, что пуловер и варежки, они живут разную жизнь, у нас вот варежки, они прям вообще в дело, а пуловер, он иящно носится, плюс этого материала в том, что у него нет такого пуха, а значит, нет большой линьки, его спокойно можно носить под одеждой. Катышки образовываются в местах трения, безусловно, будут, их мы состригаем, либо сбриваем машинкой, еще один вариант, аккуратненько расчесываем зубной щеткой, если их немного, это тоже помогает на определенное время. У меня все, я пошла дальше искать ваши вопросы и комментарии. раз заговорили об этом артикуле, напомню, это 50 мариноса, 50 ангора, артикул Патагония, по 750 рублей за 100 грамм, тоже Рига, метраж 300 метров в 100 граммах. Цвета у нас остались, такой вот черный с проседью и серый, такой больше профитовый. Образец, конечно, в образцы и в бобинке ниточки совершенно разные. Еще раз доказывать то, что не зря мы говорим, что нужно обязательно вязать и стирать образцы, и желательно несколько раз. То есть ниточка очень хорошо раскрылась, вот он пушок ангоровый выше. Простирать образцы, вот буквально недавно у меня на канале на ютюбе нам написали о том, что у меня вот есть такая пряжа, ни образец вязать не хочется, вы же профессионал, вы вот мне скажите, что мне там, какими спицами связать, чтобы мне этим не заниматься, я сразу вязать начну. И просто вот это вот смайлик, рука, лицо происходит, постоянно, который в коске, просто, наверное, происходит пять раз в день, когда вот люди не хотят вязать образцы, и потом у них проблемы с изделиями, потому что у нас разные руки, у нас Жени, очень разные руки, у нее плотность меньше, у меня больше, у нас с Аленой, очень разные руки, с Надюшей, то есть, ну невозможно это сказать, плюс, у тебя дома пряжа, вообще, как можно доверить такое ответственное дело, как образец каким-то посторонним, незнакомым женщинам, поэтому вяжите, пожалуйста, образцы. Я все еще не могу найти вообще, где комментарии, которые видит Женя, попросила у нее ссылку, поэтому прошу прощения, что мы пока не отвечаем. Так, дальше у нас получается ангора, здесь 40% ангоры, 40% мереноса и 20% полиавида, у нее метраж 340 метр, это тоже риго, 1000 рублей за 100 грамм, два вот таких шикарных цвета у нас есть, так, и вот образец из нее тоже, если сравнивать по количеству пуха с 30% то на камере не знаю, удастся ли это показать. На темном фоне, Жень, попробуй на черном, вот у тебя черная бобинка какая-то рядом или серая. Вот давай, на вот этом, вот это вот 30% ангорышка и вот это вот 40% гораздо больше пуха вышла уже. Вот этот цвет, который Женя сейчас держит в руках, серый, он серый с легкой голубинкой и фиолетовинкой, сложный серый, очень красиво. Женя, камера отключена. Да, сейчас. Если ты меня слышишь, ага, ты слышишь. Да, она все включена. И очень красивый оттенок для тех, кто любит такие сложные цвета, потому что для меня у меня достаточно цветопередачи четкая, но тем не менее, вдруг он вам передается плоским серым цветом, он очень интересный. Ну, а горчица классическая, классная горчица. такое максимально точное попадание в слово горчицы. Так, дальше переходим. Сейчас будем с вами смотреть. Это получается 50% ангоры, 30% мериноса и 20% полиаминда. Так, сейчас образцы приготовлю. Готовлю. Метраж. Я вижу вопрос. Нет. Так, 750 метраж. Вот смотрите, вот этот образец связан две ниточки. Так, где наша черная бубинка, чтобы я показала, смотрите, сколько здесь пушка. Да, там бесконечное количество. Женя, это 50%? Это 50% ангоры, да. Вот, кстати, да. Именно вот зеленый, зеленый больше, вот, в сравнении с черным, да, то есть, так, сейчас черный, в сравнении с черным, вот зеленый прям вообще пушистый, очень пушистый, две ниточки, прям облачек. Стоит сказать, что в зависимости от красителя, мы с этим столкнулись сейчас очень, очень живо в одном из наших проектов, в зависимости от красителя очень сильно влияет на выход пуха в изделии. Нить может быть совершенно одной и той же, вот прям ты запустил ее в окраску одинаковую, а результат у тебя не одинаковый. Поэтому, да, как Женя верно заметила, один и тот же артикул может иметь разное количество пуха, это норма. И цвета. Цвета это ангоры, сейчас я вам покажу два оттенка зеленого, сейчас я их вместе покажу, чтобы можно было увидеть их различия. Такой вот, вот эта бобинка, она более насыщенного зеленого цвета, такая весенняя зелень. Это поспокойнее будет. Пожалуйста, я ее чувствую. Так, дальше. вот такой вот яркий. Сейчас покажу вам образцы, образец из него, это вот в эту ниточку связан образец на, сейчас я вспомню, я же его вязала, она не подписала. На спицах три с половиной я его вязала. В одну нить, и смотрите, он вообще абсолютно не светится. вообще спокойно можно вязать, поэтому ангора и такая малорасходная у нас, потому что можно взять спицик побольше, если пушок выйдет, и все межрядья закроет. на французскую кофточку 48-50 размера, если мы берем вот эту пряжу, у нас уйдет порядка 200 грамм пряжи, плюс-минус от роста, от того узора, который вы берете. Но мы подразумеваем, что у нас ажур на французской кофточке, хотя бы частично в полотне, на планках, поэтому на передней части, поэтому расход действительно небольшой. 250, это прям вы взяли с запасом на этот размер, ну и мало ажура планируете. Закачиваем. Оранжевый апельсинчик. И такой вот терракот. Еще раз образечки покажу. Кто мечтал об ангоре, я думаю, вот эту смесовку, именно 50 ангоры с мериносом можно пробовать смело, не бояться и раскушать что-то. Напомни цену, пожалуйста, за этот артикул. Так, ангора, этот артикул, он с 1400 рублей за 100 грамм. 2800, это кардиганчик или пулловер, примерно. Да. Так, ну что, переходим к нашей 50 на 50 ангора меринос. Так, образец у нас, это у нас ангора в метраже 1600 метров в 100 граммах, она есть в двух цветах, вот такой вот беш такой. И есть, вот этот цвет очень сложно передать. припыленная такое аква красивая. А припыленная аква не с эластаном у нас? Нет, без эластана. Да, с эластаном пойдут вот эти следующие бобинки, тоже покажу, они вот здесь в образце в общем. Но вот состав один и тот же, метраж у нас тоже одинаковый, то есть производитель одинаковый, но вот тот самый момент, когда вот в этом образце пуха гораздо больше, чем в аква. Сейчас я черную бобинку поставлю, чтобы могла показать. То есть в акве такой небольшой пушочек вышел, а вот в этом довольно-таки приличный пушочек. Тактильно очень приятная. Хочу добавить про тактильное ощущение. Если мы говорим о пушистой ангоре, которую Женя до этого показывала, там очень много пуха. И она теплая, она более теплая, естественно, за счет создания воздушной потушки. Здесь пряжа выполнена немножко другим способом. Здесь ворс более учесан, и у нее больше похоже на кашемировые ощущения. Точечного раздражения практически нет, просто очень мягкая, нежная поверхность. Плюс, конечно, она будет раскрываться. Если мы, например, свяжем платье, свяжем пуловер и будем его носить активно под верхней одеждой, он будет тоже подвоелачиваться чуть-чуть. И поэтому прям не бойтесь вязать тоненькое изделие. Оно будет очень легкое и очень теплое. На 54-56 у нас вязали на машинах девчата. Там уходило, ну, реально, 260 грамм на изделие. Были даже еще меньше рекордсмену. То есть, прям на большие размеры слабый расход, хорошее раскрытие. Но изделие теплое. То есть, зимой, когда люди к нам приходят в изделиях из этой пряжи, они нам говорят, что это одно из самых теплых изделий, потому что много-много тончайшего борса, создающего воздушную подушку. Так, ну, дальше в образце у нас вот три ангоры. Это три артикула, в которых содержится эластан. Что хочу сказать, вот в этом, в розовом и в оранжевом эластан прям очень хорошо свою роль играет и очень полотно сильно сокращает. Поэтому эти ниточки можно спокойно подматывать, например, в те составы, которые не держат резиночки. И они помогут вам, чтобы резинка была жизнеспособная. Так, если я вам покажу бобинки. Так, верхняя, это у нас ангора. Так, не фокусируется. Сейчас, секундочку. 1400 метров метраж в составе здесь у нас 36 ангоры, 18 мериноса, 9 эластана и 37 полиамида. По цене 420 рублей за 100 грамм. Так, в оранжевое. В оранжевое у нас точно такой же состав. Единственное, у нее тоньше метраж. Она уже 2400 метров в 100 граммах. Угненно-красное, огненное. Смотрите, как вот сейчас, как пружинка. Нравится. Вообще очень-очень сильно. То есть это та история, когда можно связать облегающее изделие, можно юбку-карандаш себе связать, водолазку связать. Кстати, водолазка, это тоже будет легкое-легкое изделие и теплое-теплое. И розовенькое тоже. В розовенькой всего 1% эластана, но тем не менее он очень полотно хорошо держит форму и прям хорошо сокращается. Вы же знаете, наши дорогие клиенты и зрители, что полотно с эластаном очень сильно ужимается и по длине, и по ширине. Вяжем большой образец, чтобы правильно посчитать, сколько вам петелек набирать, чтобы потом не переигрывать эту всю историю с самого начала. Да, и мы, к сожалению, точно вам сказать, как она сократится в ширину и в длину не можем. Это только опытным путем, это только на образце можно узнать, как от вашей плотности вязания. В очередной раз это начинает. Девчата, я смотрю, что начало снижаться количество просматривающих, поэтому у меня вопрос все так же видно и слышно, и там буквально пару вопросов только вино и слышно. Да, по бокальчику бы нам сейчас не помешало. У нас стресс с Женей. Совместное творчество. Жень, все, не мешай. Так, все, мы ангорышку с вами всю просмотрели. Женечка, а где же, а фиолетовую у нас сразу не закончилась, фиолетовая, где ангоры 5 или 7 процентов, помнишь, такая большими бобинами, яркая-яркая. Яркая фиолетовая, Наташа, сейчас посмотрю. Она стоит с торца, да, вот, 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 оно, да, правильно я поняла. Не видно угол, но это она, да. Это у нас Шетланд. А, его сосед? Да, но это не ангоровка. Как артикул называется? Он в Шетланде, артикул, скажи, пожалуйста. Секундочку. 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 Сперва. Покажи мне, секундочку. Артикул у нас скриба. Если правильно. Да, ты правильно говоришь, но это не так. Значит, оно закончилось. Такой же цвет, помнишь, был с кашемиром, с мисовкой и с ангорой. Я была уверена, что... может быть, вот этот вот? Мне не видно. Да, сейчас. Джампур, я не помню. Джампур... Прочитай слово. Вообще, он ее прям бьет и все. Так. Вегиары, что-то такое. Вот, вот, короче, вот этот, да, артикула от Филпучи, да, от Филпучи. Там чуть-чуть кашемира и чуть-чуть ангоры. И вот они оба делают эту пряжу безумно мягкой. Мягкость кашемира это одна история. Ангоры, которая очень тонкая, руно там используется. Не знаю, корректно ли по отношению к ролику говорить руно. И он более шелковистый. И они вместе делают эту смесовку безумно мягкой. Причем это очень бюджетная история. И в этом же цвете была эта смесовка у нас уже два или три раза. И каждый раз из нее вяжут девчата что-то, платье или пулловеры приходят. И что хорошо, опять же, какой бы большой размер у вас не был, там, 54-56, изделие нежнейшее, до 350 грамм. В три нити вяжем. На три-три с половиной примерно в среднем. Понятно, что это будет зависеть от рук. Стираем несколько раз перед расчетом. И мягчайшую, нежную какую-то наволочку себе вяжем. Очень тепло, очень легко ты себя чувствуешь в таком изделии. И оно действительно мягкое, комфортное и прям максимально элитное по ощущениям. Еще забыла ангора, которая смесовка ангора, меренос, люрекс и полиамид. Вот такая вот ниточка. Можно использовать ее в качестве подмота. надо ниточку. Он тоже мягенький и сразу с праздником. Да, и такой золотой здесь. Так, я все пытаюсь. Компьютер, так же, как телефон, управлять пальцем. Видно скотчное окошко с пряжей видно в низком качестве. Ужимает из-за того, что видеоконференция, конечно. Да, да. Хотя у меня на компьютере лучше качество, чем на телефоне при этом. Но это как бы, это мы обсуждаем скорее для будущих, как сделать нам более качественно вам рассказ о пряже. Женечка, что мы дальше показываем? Дальше приготовили стол с носочками. Наши шелковые носочки последняя партия. Да, у нас сегодня на обед носочки. Обзорно, хорошо? Так, обзорно, давайте каратенечко мы пройдемся. У нас там размеры от 34-го, вот такие вот желтенькие верхние, Женя. 34-й, самый маленький размер, который сейчас у нас есть. Я взяла своим мальчишкам такие носки, ну, прямо скажем, дети их гораздо быстрее убивают, плюс они у меня их во все одевают, им почему-то они тут понравились, они даже босоножки носят с этими носками. И тут прям трэш, как сказать, трэш-тест у нас произошел. Они не протираются, но при этом они начали скатываться при такой носке, безусловно, хотя там у меня такой же материал, такие же носки, они никак не скатываются, но нужно, нужно быть готовыми к тому, что дети, они очень много действий производят. Вот. От 33-го размера до 47-го, да, Женя? У нас... Да, 46-47, да, это самый большой размер, который на строчке у нас есть. Но не все цвета есть всех размеров, потому что у нас конечное количество пряжи каждой. А если какой-то, да, определенный цвет интересует, лучше или зайти на сайт или написать нам сообщение сообщества, мы оперативно посмотрим и скажем, есть ли этот размер такого цвета, если нет, предложим, какие цвета есть в наличии. Женя, посередине бордовые после белого? Покажи, пожалуйста, его плохо видно. Это у нас получается это слива, вот в жизни это прям слива. Это красная слива? Мне кажется, это даже... Векла нет? Все-таки слива? Нет, все-таки слива, мы просто открывали. Это передача над столом синяя лапа, поэтому, да, понятно. Да, вот такой очень красивый графит, вот здесь он смотрится прям таким черным. А графит, они только большие размеры или не слишком большие девчачьи тоже есть? Вот данный размер это 38-39 носочек коротенький лежит. Графита вообще, в принципе, много размеров прошло и длинных и коротеньких. Сейчас точно на память не скажу, какие именно, а вообще вот 38-39 вот этот именно носочки графит. Мышина серый какой-то еще? Я извиняюсь, потому что я хочу передать точно. Серый, просто серый. такой вот оливка. Иногда девчата у нас, да, говори. Яркий, яркий такой, синий. Иногда девчата спрашивают, а почему вы не делаете с картинками? Шелк с картинками не получается. Во-первых, смысл шелка потеряется, потому что внутри будет жаккардовое переклетение, и у вас шелка вообще не будет касаться кожи. Во-вторых, шелк с шелком в жаккард слишком гладкие поверхности. Так, ну и напомню цену. Короткие носочки у нас до 46-го размера, до 45-го, по 790 рублей, размер 46-47 уже у нас 850 рублей. Это коротенькие. Давайте к длинным перейдем. Такой темно-синий. Красивый насыщенный цвет. Так, белый, молочный, не чисто белый, молочный цвет. Это у нас оливка, но, знаете, она такая припыленная оливка. Бордова. Ребята просили яркие носки себе. Бордовый мальчишки теперь есть. Ребята яркие, вот я бы вот эти. ты отложила отдельно. Это красно-бордовый, вот они на камере, конечно, как красные смотрятся, но в самом деле они красно-бордовые. Очень красивые немножко, да? Да, да, да. Они яркие, но спокойные. Ну и, конечно, вот это носочки как раз лежат у нас 44-го, вот у нас 44-го, 45-го размера. У нас просто очень много, и мамы, жен просили яркие носки, и ребята сами писали, просили, говорят, ну, что вы нам только черно-белые и синие делаете, сделайте нам яркие. Вот сейчас данный очень большой, можно, кто любит яркие, можно спокойно выбрать ту палитру и того, которая им нравится. Я тежно, что мысли, что где-то ребята, которые ходят на работу в строгих костюмах, смогут носить яркие, прикольные шелковые носки и чувствовать себя более свободно в офисе, внутри. Так, ну, напомню, что длинные носочки у нас 850 до 45-го, 46-й, 47-й идет уже 900 рублей за пару. Больше расход. Женечка, ты же все показала? Да, да. Тогда я пробегусь по вопросам, немножечко есть, я вот буду как бы в сторону смотреть, потому что я читаю с компьютера. А я подойду к вовинкам, если вдруг что-то нужно будет показать. Да, да. Если что-то вы хотите посмотреть прямо сейчас, Женя еще у нас просили показать в эфире, верблюда на шелке, бобинку, золотая такая, помнишь, с большим блеском. А, хорошо. Женечка, во-первых, Женечка, которая в отпуске, спасибо тебе за то, что ты навела меня, куда мне вопросы видите, и за то, что тебе вот отпуск тебя совсем не забрал от нас. Привет тебе большую, твою сыночку. Так, интересный формат. Спасибо, Елена. Видно и слышно, пишут ребята. Доброго дня. Всем-всем доброго дня. Женя написала, что ей пришло оповещение. Вот, вино и слышно, это хорошо. Пришло оповещение только что. Ну, прекрасно. Так, это приятно, что у нас есть такой бонус в качестве оповещений, потому что, конечно, не все смотрят и ожидают эфиры, а иногда хочется посмотреть. Что за пряжа? Так, Марина, ну, вроде бы рассказали. Ангора с шелком есть? Нет, Людмила, Ангора с шелком нет, соответственно, и образца нет, потому что у нас такой пряжи нет. Так, на всех устройствах хорошо показывают. Так, Женя тут нам подсказывает, какую пряжу мы ищем. Да, видно, слышно, правда, окошечко с пряжей, видео в низком качестве. Светлана, мы будем над этим работать, потому что, да, понятно, что здесь нужна камера лучшего разрешения. Я не уверена, что даже с лучшей камерой она будет хорошо работать, но мы, тем не менее, будем это исправлять, естественно. Так, а цена на фиолетовую от Филпучи. Женечка, уточнишь цену? Так, а уже, оказывается, я уже ответила, но это не я. 300 рублей за грамм. Спасибо. Так, Любовь меня похвалила, говорит, какая вы красивая. Спасибо, мне очень приятно. Это просто, Женечку просто не видно, она за телефоном прячется, а то она там тоже очень красивая с утра видела. Так, спасибо. Что? Ну что, я вопросов больше не вижу. Если есть вопросы конкретно по артикулам, вы хотите что-то посмотреть или задать вопрос мне или Жене, то вы можете сделать это сейчас, пока идет эфир, потому что, ну, судя по тому, что нам осталось показать только верблюжонка, мы уже закругляемся. Спасибо за сердечко, это всегда очень приятно. Женечка? Да, верблюжонок. Верблюжонок у нас 50% верблюдок, 50% шелка, метраж 3000 метров, 100 граммов. У нас есть из него образец. Так, вот этот вот верхний сегмент у нас связан в 6 нитей, дальше идет 4 нити, и дальше был такой эксперимент, 2 нити верблюжонка на шелке и 1 нить махера, чтобы как-то... А у нас есть сейчас махер в цвет ему? Потому что хочу прокомментировать. К сожалению, к сожалению, нет махер, да, в таком цвете закончился. Так, а тот, который моточен, он более холодный, более синий. Ну, да, да, я сейчас могу подойти, посмотрим махерчик. А я пока прокомментирую немножко этот образец. Смотрите, во-первых, у такой пряжи очень часто бывает косина. Видите, в полотне она видна. Почему? Шелк малбари, он очень туго держит эту нитку, и, ну, как бы вот эти волокна в него вставлено, вкосана шерсть, и они очень туго закручены. Малбари, в принципе, косит бывает, и вот косит как раз этот шелк. Там малбари, он максимально блестящий, он прям как зеркальце. Сверху у него такие волоски, они могут быть колючие, потому что там встречаются остовый ворс. И, то есть, это вот прям шелк, припыленный, немного верблюжонка. Поэтому, если у вас есть точечное раздражение, вы не переносите, то, пожалуй, не стоит так делать. Вот смотрите, почему мы махером решили? Мы решили попробовать. У нас у клиента была затеяна. Вот хотела верблюжонка, и хотела, у нас было очень близкое попадание по цвету, и хотела его припылить. Что произошло? Получился, грубо говоря, кедмахер на шелке с верблюжонком. Очень яркий блеск у полотна, и при этом нежное волоткно, вот это вот, где у верблюжонка кое-где встречаются эти острые вершинки, припылила. Получилось совершенно комфортное полотно. Кстати, вы можете использовать такой лайфхак, если у вас есть хорошего качества пряжа, но она вам слегка покалывает. Может быть, какая-то ангоров, альпаков, которые встречаются ост, тогда можно его вот так припылить хорошим кедмахером. Главное, чтобы кедмахером по ощущениям подходим. Так, и вот Марина спрашивает, есть образец красного и малинового махера у нас. Красного и малинового махера? Если речь идет о махере на шелке, то у нас есть вот такой вот образец с пайетками. Добавить махер. Так, сейчас, секундочку. Чуть подальше вы потом покажешь? Так, нет, это у нас полотно. Лобины махер, махер на пулиамиде и плюс ниточка пайеток. А в резинку добавлены две ниточки полумериноса. Так, у нас здесь вот вопрос задают. Так, в конце бежевая с люрексом стоимость интересует. там Алена отвечает. Так, бежевая с люрексом это... Это вот, да, смеселочку ты показывала. 420 рублей за 100 грамм. Да, вот Алена уже ответила. Так, и подождите, где-то здесь я сейчас видела вопрос про ушанки. А, да, нет, что из верблюжонка можно связать? Пропустила, наверное, связать можно все, на что у вас фантазии, собственно говоря, хватит. Можно полувер вязать, водолазки из него вязали. Верблюжонок, он теплый. Просто верблюжонка максимально похожа с ангорой и редко бывает ангора в таком составе и в таком цвете, вообще такой состав это большая редкость, и поэтому ее обычно берут на какие-то тонкие, нежные изделия. То, что мы связали с вами с гребенной пряжи. Тонкие водолазки, тонкие пулловеры. Но нужно понимать, что здесь есть точечное покалывание. Но именно благодаря ему тончайшее изделие, связанное там на 2,5, вас греет очень хорошо. Ну, то есть это то, что можно надеть под пиджак, допустим, да, если у вас дресс-код, но прохладно в помещении. Вот что можно связать. Можно футболку себе связать, опять же, если вы мерзнете в помещении. Вообще все, что угодно, на что хватит вашей фантазии, на что вас вдохновит эта пряжа. Сейчас я продолжу чуть-чуть еще вопросик искать. Так. Ангора премиум-класса для шапки-ушанки. Есть, любовь, у нас вся Ангора премиум-класса, мы другой не держим. Ну, в принципе, ну, в смысле, что за градация премиум-класса? Хорошая Ангора, это у нас она есть вся. И для шапки-ушанки она вся подходит, поэтому напишите сообщение сообщества в Коске, которая вам нужна по цвету. Мы, если знаете расход, напишите, сколько нужно, не знаете, спросите вам, девчата подскажут, и выберем, потому что выбор Ангоры сейчас действительно очень большой. Женя, еще в разговоре об Ангоре хотелось бы упомянуть ту нашу норку, которая от лотоса. здесь возможность у нас с тобой ее показать. Да, у нас тоже есть образец. Так, я сейчас с образцом выйду на свет, потому что здесь на свет божий. Да, и сейчас покажу вот образец из этой Ангорки. Женя, если можно, я прокомментирую, да, сразу? Да, 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 я как бы. Многие наши, да, многие наши клиенты, когда к нам обращаются, обращаются впервые, вообще не знакомы с нами, и часто знакомят, начинают искать, увеличивать свой ассортимент пряжек в работе. Кто-то говорит, я вот слышала китайская норка, мне, пожалуйста, китайская норка, из нее такие красивые шапки, вообще, что вы думаете о китайской норке? Китайская норка же такая прекрасная, дешевая. Что это такое? Опытным путем, в основном через слезы наших клиентов, к сожалению, мы узнали о том, что большая часть той моточной норки, которая продается на Алиэкспресс, допустим, для покупки, это синтетические волокна. Я не знаю, как они там это делают, я, честно говоря, не особо этим интересовалась, но нам приносили нитки, мы их поджигали, они просто плавятся, там вообще не пахнет паленым волосом, как должно быть, и это проблема. Ту пряжу, которую мы выбираем для магазина, мы всегда ее тестируем, мы ее всегда себе сначала берем, смотрим на нее, у нас очень редко бывает то, что мы не понимаем, что мы купили, если не понимаем, то, соответственно, продавать не продаем. Это очень тонкая, понятно, что норка, вообще бывает в природе, но это не тот случай, у нее очень тонкий пух, это как раз тот способ обработки ангоры, в котором нет яркого пуха, но очень более мягкий даже, чем кашемир палатный. Женя, вот сравни, как тебе тактильно? Тактильно очень приятно. То есть это максимальная нежность? Это нежно так. 2 миллиметра стойкое облако пуха, все, не больше. То есть это далеко от того, что мы видели вот в этой ангоре, то есть что может это пух, здесь нет. То есть если это ангора 80 от Ригу, это вот 2,5 сантиметра у вас вот такой нимб над головой, если вы вяжете, или там над телом, если вы вяжете пулловер. И если это 50% ангора, это сантиметр полтора ворса, примерно. Вот видите, какой тут яркий ворс. При этом это изделие не в носке, это просто образец, который Женя показывает, он просто лежит. То есть когда изделие живет, оно сильнее раскрывается. И соответственно, от процентного соотношения вы должны для себя понимать, что чем меньше ангоры, тем меньше пуха. Но вот здесь ангоры много, тут написано норка, но мы-то с вами же все понимаем. Да, 70. Это ангора 70, но изобретенная тем способом, когда яркого ворса не будет. Очень легкие, опять же, очень теплые изделия получатся. Ангора это всегда очень тепло, поэтому понимать, что в ангоре очень легко спреть, поэтому не заплотняйте изделие, когда вяжете, если у вас есть вариант, чтобы вы не только на холоде находитесь. Там очень красивые цвета, они сложные. Сейчас Женя покажет все. Сложные, да, очень. Не все, конечно, передаются. Такой вот шоколад горький, потом бордо, причем у него, знаете, здесь такой как микромеланджик есть. Так, вот такой вот ультрафиолетовый, но вот он засиняет на камере, на самом деле он ультрафиолетовый. Так, вот такой вот баклажан и два оттенка зеленого. Сейчас, секундочку, падает. Два оттенка зеленого. Такой хаки и оливка. Да. Причем хаки прям, прям даже, опять же, прокраситель. Даже тактильно, даже я по матку вижу, что он прям, чуть-чуть и нежнее. Вот хаки и вот этот шоколад, они тактильно прям очень сильно отличаются, они гораздо в паркотисте. Помните, я говорила, смотрите выше в разговоре про краситель. Здесь нам подбрасывают идею Светланы о том, что основное окно в конференции и дополнительное в разном качестве может передаваться. Мы в следующий раз попробуем по-другому. Безусловно, мы протестируем то, что вы говорите. Возможно, вы правы. Я поизучаю, просто вообще нет информации на эту тему. Видимо, никого не интересует, как в ВКонтакте это все происходит. И вот здесь Елена Григорьева спрашивает. Здравствуйте, мне мереносовый хлопок горчичного цвета на 46-48 размер, сколько нужно? Женя, мереносовый хлопок горчичного цвета. Так, мереносовый хлопок, я поняла, о чем идет речь. Я поняла, секундочку. А, да-да-да-да, все, это приятно. Мереносовый хлопок. Милан. Митрош у нас... Митрош у нас 1500 метров в 100 граммах. 85 хлопок, 15 мереносов. Елене хотела сказать. Елена задала вопрос, но мне непонятно. Наверное, все-таки от камеры... Мне непонятно, на какое изделие, во-первых. Во-вторых, важно, во сколько сложений вы будете вязать. Ну, то есть спицами двойки, спицами четверка, понятно, разный расход будет. Очень сильно, примерно в два раза. Какой рукав длинный и короткий? Ну, грубо говоря, на пол-овер 46-48 размера глади вам понадобится примерно около 350 на спице 3-3,5. Ну, это... Ну, так как вопрос не точно задал, соответственно, и тоже не очень точный ответ получается. Женечка? Да, да, я засмотрелась на хлопок с мереносовым. Все, ты уже вяжешь из него, да? Да, я уже это связала. Да, образец связан у нас... Хочу показать образец из него. Образец связан с две ниточки. И спицы здесь примерно, примерно, где-то, наверное, тройка, может, 2,75. Наверное, 2,75, да. Да, но тут прямо он такой очень подвижный. Чуть-чуть поплотнее просится. Ну, мы взяли тройку и в 3 ниточки вязали. Да? Правильно тебя поняла, Жень? Я знаю. Что хорошего в хлопке, соединенном с мереносом? Ну, там хлопка всего 15, это меренос с хлопком, да? Да. Это менее теплое изделие, чем просто из мереноса. И, ну, вы знаете, вот если вы представите хлопковое изделие из мереносовое, у них немножечко, как бы сказать, струение полотна, что ли, вот драпирование полотна будет разным. То есть оно будет чуть более стабильным, спокойным. То есть если из мереноса полотна, оно все такое немножко растекающееся, то, ну, из гребеного такого же качества, то чуть-чуть его стабилизовав хлопком, у нас получится чуть более такое, можно немножко больше формы придать. Но не очень много, 15% всего, но тем не менее. Да, вот такой вот еще очень красивый изумрудный цвет. Изумрудный еще остался? Да, 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 еще есть. Тоже очень красивый. А, так, ну, тут вообще даже интересно. Елена написала крючком и на платье. Тут с крючком вообще сложно, ребят. Почему? Потому что в крючке очень много узоров, где ажуры, а ажуры меньше берут, а крючок больше берет. Так что на платье вы смело берите грамма 400 в среднем, разматывайте на 4 конуса, дальше вы решите, вы будете его в 3 или в 4 нити вязать, потому что это важно, это будет толщина зависеть. Ну, если вы толще не хотите, ну, это такая средняя, адекватная толщина для этого материала на платье. И, в принципе, так, полторашка, да, ты сказала? Да, полторы тысячи метров. 450 лучше брать на 4 конуса потом. И нужно сразу понять, ну, если там вообще где-то предусмотрены ажуры, ну, и надо рост свой написать будет, Елена, можете в сообщении сообщества полностью написать рост, размер мы уже поняли, ну, размер еще раз, что это в разных местах, чтобы не была информация. И мы точнее скажем, потому что здесь на платье надо точно не промахнуться, а то потом будет платье на 10 сантиметров короче, чем вы хотели, а оно нам зачем. Ну, собственно говоря, мы 50 минут провели смегка эфир, пора закругляться. Пролетели они незаметно. Слушай, мне понравилось. Тебе как комфортно было вести этот эфир? Да, мне тоже очень понравилось. Надо практиковать, это очень интересно. Ну, все, значит, теперь так и будем делать. Сейчас научимся только еще хорошее изображение показывать нашим девчатам. Ну, что, надеюсь, было интересно и полезно. Спасибо большое, что смотрели нас, задавали свои вопросы. Если вопросы еще остались в группе ВКонтакте, пожалуйста, задавайте под видео или в сообщение сообщества. Мы обо всем вам расскажем. Если что-то пропустили, тоже сейчас пробежимся. У меня все. Женечка. Все. Всем хорошего дня. Всем спасибо за внимание. Ждем ваших сообщений. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok